Валерия Кореная Я рада видеть вас, как и наши некоторые здесь говорят, живым и невредимым Это правда, невредимым не совсем Как вы себя чувствуете? Поскольку вы рассказываете о себе все и рассказываете о всех своих, в том числе и проблемах Как вы себя чувствуете? Очень хорошо, спасибо большое А для своего возраста просто великолепно Ну ладно, вы вообще сегодня просто меня потрясли, когда сказать Ну я знаю, сколько вам лет, но ваша вот эта вот живость-то в глазах У меня был такой стишок В жизни не скажешь У меня был такой стишок, восьмой десяток, первый день Сохранная речь, осмышленный взгляд Уже вполне трухлявый пень, а соки все еще бурлят Мало того, я вам скажу, это, по-моему, один из немногих стихов, которые вы читаете на память Я вообще не читаю на память, чисто случайно Какой эпитет можно применить губерману? Это что-то такое, нечто большое Любовь эпитет будет либо выглядеть как бледная поганка, либо будет выглядеть слишком пафосно, что тоже вам не соответствует Вы не умеете, с вами нельзя, вас нельзя обмануть, с вами нельзя... Что, можно? Меня женщины всю жизнь обманули Да вы что? Ну, расскажите же, поделитесь хоть со мной Я вам, правда, я, вы знаете, диакилометрами писал лирические стихи По поводу первой любви неудачной, второй любви, они меня обманули Я писал стихи о пакостности женской натуры, об изменах, о коварстве Но без злобы, я замечу, писали-то, без злобы С какой печалью Но с печалью Да, и я их всех, к сожалению, утопил в помойном ведре Вы знаете, вот сейчас приехал в Америку выступать, и я нашел одно лирическое стихотворение Длинное, печальное, я обязательно буду читать, и оно случайно уцелело Что, а первое не помните свой? Тогда еще, наверное, это не Гарики были, это просто были миниатюрки такие, да? А Гариками я их не называл, застольные были Первое не помните? Наверное, нет Вы знаете, меня много раз об этом Валера Милая спрашивали, и я научился врать Но у вас такие принцепные глаза, что я просто не рискую Боитесь меня давать? Я не помню первых, нет, не хочу, просто... Я, правда, первых не помню Но они все были какие-то застольные, я их забывал Друзья одобряли, и я стал писать дальше Вот смотрите, в 60-е годы в Советском Союзе Опубликован фильетон про Аскара Рабина Мы сейчас об этом поговорим, потому что это вы отразили в своей книге Которая, вот я хочу вам показать, дорогие друзья Книга Игоря Губерман, новая, которой нигде практически нет Называется она «Шестой Иерусалимский дневник» Продаваться она будет только на ваших концертах Она вообще, мои книжки, которые я издаю в Израиле Поддаются только на моих концертах Я их издаю в Израиле Очень маленьким тиражом, поэтому она своеобразно уникальная Каждая книга А потом уже они издаются через несколько месяцев, через полгода в России Вот смотрите, в 60-е годы Филитон про Аскара Рабина и про вас там есть такие строки То есть мы помним, что это такое Дайте мне их прочитать Давайте, давайте А вы об этих будете? Я на всю жизнь помню Сейчас объясню, почему Среди ближайших, среди людей, приходивших к Рабину Есть Игорь Губерман Этот деятель, дутый как пустой бочонок Надменный и самовлюбленный Не умеющий толком связать двух слов Тоже мечтает о всеобщем признании Что вот тогда? Я понимаю, что сейчас-то вы можете Вы-то человек с богатейшим чувством юмора С потрясающим чувством юмора Сейчас-то вы можете над этим посмеяться А тогда, в 60-е, был какой-то страх? Тогда был чувавичный страх Да, страх не перед советской властью Я был слишком идиот, чтобы понимать, насколько длинные и ощупаются Страх был перед тем, что у отца в министерстве А мой папа старый еврей Поэтому, естественно, экономист по образованию Работал в Госплане РСФСР Боже, какое вообще для него это было, наверное, потрясение Вот и не было Нет? Нет, потому что я Пользуюсь, помню, корочкой работника ДСАФ То есть, в смысле, члена ДСАФ Она красненькая была, да, хороша Красненькая корочка Я прошел Госплан РСФСР Пошел в библиотеку Потому что бывало у отца на работе И выдрал этот номер Потому что пока отец в обидный перерыв Не посмотрел свежие газеты Вы хотите сказать, что он так и не узнал об этом? Узнал, но через день или через два То есть... А что с ним было? Он не сказал, сын, ну не подводи ты нашу семью Не твори все это, не делай Нет, нет, я в это время уже дружил с очень хорошими людьми Там у поручительства Аскарабин И мой папа говорил замечательную оптимистическую фразу На них глядя Он говорил, гаренька тебя посадят раньше, чем тебе этого захочется Как в воду глядел Как в воду глядел, да Но посадили вас уже позже Немного позже Папа уже был на том свете И я был очень рад Папа уже, то есть... Да, уже мамы не было, отца не было Давно Иначе бы они, наверное, это не пережили? Пережили бы, но они просто Они привыкли уже, да? Папа бы говорил, я же тебе говорил Он бы маме сказал, я же тебе говорил и так далее А один мой родственник, ему позвонила моя жена Говорит, вот Гаррика посадили в ужасе Сколько, пять лет Говорит, ну и что, посидит и выйдет, лишь бы не было войны А вы об этом узнали когда? Когда вас уже посадили? Постфактум Вот о том, что вот с такой легкостью можно к этому относиться Какая ваша первая реакция? Я сам к этому относился с ужасной легкостью Мне было дико интересно Что там происходит? Да Все пять лет страдала больше моя жена гораздо Я любопытный эгоист, поэтому мне было очень хорошо И очень интересно Я очень благодарен советской власти, честно слову, не кокетничаю Мне было очень интересно Иначе бы не появились прогулки вокруг барака, я так понимаю Да, и потом я написал огромный сборник стихов в тюрьме Он так и называется, камерные гарики Мне было очень там хорошо А вот вы там читали? Там же публика-то особая Как они принимали? Вы знаете, один всего раз в лагере Я с моим приятелем Был там такой шофер Вы меня извините, но его звали Валера Ну извиняю, конечно Это описано уже давно в книжках, поэтому Брать я не могу Я не удержался, меня распирало И я ему прочел, чтобы петь своих стихов И он сказал Игорь Миронович, я тебя очень люблю, но я в этой херне ничего не понимаю Серьезно? Вот и все, что было И больше вы никому никогда не читали? Никогда, никому А не знали, кто сидит с ними? Какой-то московский фраер Довольно симпатичный Раскусил? Я очень дружил с блатными Там, так что ко мне все хорошо относились Иначе я бы книжку не могу писать Вот, кстати, я все это Собираюсь, всякие рассказывала Для меня включить сегодняшнюю программу Потому что книжка «Прогулка вокруг Барака» Сейчас издана Тремя московскими Переиздана Тремя московскими издательствами Замечательно, это того стоит Потому что, ну, должны ее видеть Все-таки Должно большее количество людей Еще не все прочли Страна большая Страна большая, совершенно точно А Израиль, Аустраиля, Америка Аудитория, все большая А Германия, вообще все Все Русский язык ползет на планете В лице его носителей С такой чудовищной скоростью Что это столько радостей Это хорошо, потому что ваш русский язык Он особенный Он же не просто русский язык Он настолько емкий Настолько точный Что детей можно Извините, конечно Даже включая ненормативную лексику Можно учить детей Ну, просто нужно Вы знаете Незадолго до смерти У нас в гостях в Иерусалиме Я жену похвалусь Был такой Михаил Таль Шахматист Замечательный мужик Он к нам попросился в гости Через знакомых Потому что его дочка В возрасте 12 лет Написала сочинение школьное По моим стишкам И они выгнали из школы Только потому что она была дочкой Михаила Таль Что вы говорите Да И я был так счастлив Потому что дети читают А мы-то начали выгонить Из школы Нам мешался папа И ненормативно То есть все-таки хотели Все-таки хотели Вы всегда говорили Я помню Такая была фраза У вас где-то промелькнула Что на зоне В лагерях Не улыбаются Что улыбка Это признак Слабости Заисканье конечно Вы знаете Это только там Только там А вы там научились не улыбаться Потому что вы безумно Улыбчивый человек Я не научился Но вы знаете что Ведь вся Россия не улыбалась Люди А сейчас В Америке Уже постепенно Улыбка Учится Перестала быть Да Перестала быть Сельством слабости Заискивания Попытки Показать Что я к тебе Ничего В лагере Если ты улыбишься Вот этот чудовищный Звук глагола То значит Ты такой слабак Который Ищет контакта Осторожен Боится Очень Улыбка Признак заискивания То есть вы должны были Сразу как-то себя Встроить что ли В эту вот Жизнь Или струю Нет А вам легко там было? Мне было там очень легко Вы знаете За счет чего Характера что ли? Давайте Поменьше говорить А мне что так Об этом вспоминать неохота Потому что уже вспоминал Десятки раз Вы знаете Вот когда Меня еще везли В столопине В лагерь Из тюрьмы То с нами ехал В одном купе Если это можно назвать Купе Нас там было 24 человека Купение Купе обычное У меня один мужик Старый вор Сказал Веронич Ты в лагере будешь Хорошо жить Потому что ты мужик Нехуевый Но если ты будешь Говорить спасибо Пожалуйста Ты до лагеря не доедешь Меня это раздражает А было На мою очередь Спать И я пошел спать И я как раз Вот думал Как мне поступить Я спустился вниз Он подвинулся Я сказал Спасибо Он промолчал И вот так Так разумно было себя вести На самом деле Вы знаете что Вот я В 76 году Мы с родителями Съездили в Югославию И оттуда мы привезли Архипелагу Лаг Солженицына А как привезли обратно? Ой Провезли оттуда Я была ребенком Мне было энное количество лет Немногие Под подушку Они мне положили Мам Ничего что я это рассказываю Надеюсь Сейчас уже можно Маму смотрю Под подушку Под подушку Они мне спящему ребенку В ЧОПе Перед ЧОПом Положили Архипелагу Лаг В 76 год Вы понимаете что это такое? Хорошие родители Провезли Приехали Книга из дома не выносилась Читалась только дома И я вот будучи В общем-то маленькой девочкой Прочла Архипелаг И мне тогда казалось Что большего потрясения В жизни просто не может быть И это длилось много лет И потом когда меня спрашивали А было ли у тебя Какое-нибудь самое сильное Впечатление Или потрясение От прочитанного Я всегда говорила Да Солженицына Архипелагу Лаг Хотя я прочла уже Очень много И Шаламова прочла И потом Солженицына Другие вещи А потом я сказала Да Было еще одно Губерман И причем читать я начала вас Как и многие наверное С Гариков Не с прозы С Гариков И мне это тогда казалось Настолько таким сумасшедшим Проявлением смелости Даже не столько смелости Вот в пионерском смысле Этого слова Да А такой вот Жизненной и гулаговской смелости Которая там Там у Солженицына Давайте с вами поиграем В такую игру Задайте мне вопрос Игорь Миронович А вот что на вас Когда вы были в России Последний раз Произвело такое же Оглушающее впечатление Игорь Миронович Что на вас Когда вы были в России Последний раз Произвело такое же Оглушающее впечатление Как когда-то на меня Архипелаг ГУЛАГ И я полтора года назад Объездил в Россию От Архангельска До Владивостока И Магадана Вот так вот Это в общем знакомый Маршрут Для бывшего советского человека Побывать на Магадане По собственной воле И с обратным билетом Это же счастье И я там по счастью Разговаривал со стражилами Там мне было очень интересно Выступал Я пошел в местный музей И вот лучшее Я видел многие музеи мира Видит Бог Я люблю живопись Люблю музеи Лучший музей Даже коллекционируется еще В художниках Лучший музей Который я видел в жизни По впечатлению Это Магадан Музей обычный Естественно научный Краевой Там зал Как две эти студии Всего-навсего И там В таких выгородках Обитых черным сукном Знаете как демонстрируется Ну золото скифов Скажем Вот так вот В этих вот Выгородка Обитых черным сукном Лагерный инструмент Лагерные бушлаты Обожженные Лагерные штаны Наколенники На которых они работали В лодниках Потому что было вот такое Вот так сказать Отверстие Ну тачки Все что там было И в общем вы Искушенный человек Все равно были потрясены Знаете это было ощущение Еще благодаря тому Что так сохранно все И с такой бережностью Любовью Как будто археологи Откопали некую Сумасшедшей Странности Цивилизацию И сохранили Все что откопали Необыкновенное Впечатление Немыслимое Такой музей Должен был быть Ну в каждой В каждой Городе России Ну хозяева Российской жизни До этого Недолго Долго Не додумаются Только я вам хочу сказать Что гораздо большее Мужество Чем Кто бы то ни было О коем мы разговариваем С применением Слова мужество Проявил Директор этого музея Который пробил Вот эту такую выставку Через начальство Вот это настоящее Мужество Вы знаете да Спокойный мужик Историк Пьющий Он очень такой Медлительный Миланхоличный Привыкший к гостям Равнодушный Даже такой немножко Пробил Сделал лучшую экспозицию Которая есть Наверное в России В музейном деле Вот это потрясающе Что вы характеризуете Этот поступок Как поступок Мужественный Мужественного человека В вашей жизни Вообще много было людей Которые Я знаю что Среди этих людей О которых я говорю Были и друзья Скажем такие Как Давид Самойлов Который вас прописал Тогда Когда вам нигде Нельзя было быть Прописан Это не то мужество Не та смелость Но мог бы и не делать этого Мог бы и не делать Так что Вот в таких случаях Что больше ценится Мог бы и не делать Но сделал Или просто ничего не сделал А остался другом Черт его Это все такие Пустые философские Я даже не знаю В моей жизни Было очень много людей Которые Ничего мне не должны были И тем не менее Очень много сделали Замначальника Царства Небесного Волоколамской тюрьмы Замначальника Волоколамской тюрьмы А что он сказал? Который вынес Мои стихи на волю И принес их Женитате домой А он искал всем Чином ситуации Жизненной Увольнением Из армии Бог знает чем Он же офицер Это потрясающе Вот эти люди же Они стоят того Чтобы о них говорили Они стоят того Чтобы о них Я им написал Написали, да? Написал даже Это потрясающий человек Вообще Вы мастер Как короткого жанра Стихотворного В основном Четверостиши Так и мастер По большому счету Прозы Хвалю за меня Старички так любят Я знаю Я знаю Но я не по этому Я до всей души Как это сочетается? Насколько это трудно Писать Или легко Писать стихи Вот именно Такого жанра Как говорил Один мой знакомый Пишите коротко И не ясно Хотя у вас получается Все предельно коротко И предельно четко И ясно Причина очень простая Вы же лентяй Вы себя называете лентяй Да как же вы пишете Вот эти вот глобальные Именно потому что Мы уже немножко Закончим со стишками Их я пишу Потому что я ленюсь писать длинно Во-вторых мысли у меня куцые Дихание короткое Мне хватает Нечетверостише И я и Так что это просто Из-за лени Что касается вот этого То это Старческой болтовни Просто я недавно Начал писать А нет Давно начал Давно уже Давно начали писать Прозыба Ну чем от болтливости Скажем так Я чудовищно болтлив Вы же видите Я вижу Давайте включим вопрос Зрителей А про Почитайте что-нибудь Пожалуйста У вас есть что-то новое Много нового У вас вообще сейчас Я заметила И в этой книге Все грустнее Чем было раньше Это возрастное Кто это замечательно Написал А старость ходит Осторожно И подозрительно глядит А как хорошо К сожалению Ну хорошо Гармонь сарафан и береза А с ветки поет соловей Все роскоши Это угроза Незримый повсюдно еврей Это русские стихи Когда бы еврей умел порхать Фонтан пустив уйти под воду Или в саду благоухать Любожен был бы у народу Ушли мечты Погашли грезы Усохла роль в житейской драме Но как и прежде Рифма розы Меня тревожит Вечерами Такой богоискательский стих Движение по небу облаков Марики Марики Кирики Юрики Сашарики И так далее Я думаю что я могу это объяснить Я от горячей не грустно Я уже спотел Прошу прощения Вы знаете Дело в том что я думаю что всем очень приятно Я говорю про успех Гариков В 90-е годы Или в самой сдате Всем приятно в наше тяжелое время Когда все кругом ужасно умные Компьютерщики, программисты, мыслители, философы Сидящие на кухнях философы С всякими заумными фразами мыслящие С какими да Начитанные Шотлевский это идиот Который пишет что-то легкомысленное такое Легкое, доброе, не злое К советской власти относятся без злобы А наплевательски Существование реального легкомысленного идиота Ужасно приятно Я, например, бываю счастлив Когда на пьянках рядом со мной такой появляется Я могу помолчать и поместить У вас пять тысяч Гариков, наверное, да? Восемь Около восьми Честно говоря Ну что вы Век свободы По-моему, года два назад еще было пять Вы хотите сказать, что вот за Я за год болезни написал вот еще тысячи в этой новой книжке Вам они все нравятся? Конечно нет А как вы выбираете те Гарики, которые все-таки будут изданы? Ужасно нравится момент написания А потом трезвый друг Только утром Так Если утром я его не выбрасываю, то я его оставлю Тогда уже оно будет жить, да? Будет ли жить оно, я не знаю, но в книжке останется Вот сейчас у вас здесь будет в Америке и в Канаде Я посчитала 18 выступлений Бог вам здоровья Да, я надеюсь, что вы выдержите и абсолютно в этом уверена Вообще вам не привыкать, конечно, да? К такому режиму Нет, а потом, после этого я неделю или пять дней буду жить у своего близкого друга здесь Здесь, в Джерси, да? Да, нет, в Лонг-Айленде. В Лонг-Айленде. Да. Будете отдыхать от всего этого? Да, с утра буду выпивать, спать, потом проснусь, поем, выпью опять. Все будет хорошо. А можно все-таки я вернусь только один раз к этой теме, которую вы не хотели? В 79-м году отправили в ссылку, но... В лагерь. В лагерь, извините. Арестовали. Арестовали и отправили в лагерь. По политическим статьям тогда не сажали, правильно? Вы кого-то сажали. Кого-то сажали, но это было тихонечко, в 79-м году, насколько я... Нет, нет, всякое бывало. Всякое бывало. Почему вам политически-то не пришили? Да, пришили. Видите, было в это время куча политических статей, и было в это время куча людей, которых сражали по политике, но по уголовным статьям. Я даже собирался собрать клуб людей, евреев, кстати, в основном, которые сидели, как торговцы наркотиками. Сами о том не подозревают, да? Сами о том не подозревают. Они видели опиум, морфий, в день обыска. Вот им показывали то, что принесли, да. И двое или трое из них даже возбудили процессы и нашли людей, которым подкидывали наркотики. А я сидел на благородной статье «Скупка краденого». Как это мило было. Вы хоть как-то это оправдали, эту статью? К сожалению, нет. А у вас иконы хоть какие-то были, вот эти краденые? Краденых была очень хорошая коллекция, а краденых там не нашли. Но пытались найти, да? Да, и из-за этого я получил больший срок. Потому что поскольку краденых икон не нашли, их не было в природе, то я сидел за «Скупку краденого» и за «Сбыт краденого». Раз их дома нет, значит, я их успел сбыть. Это же очень просто, друзья. Вы когда-то написали об уме, замечательная вещь, «Привычка думать головой – одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц в местах различных». Я думаю, что то же самое можно сказать и применить к чувству юмора. Вот чаще оно, наверное, все-таки спасает, но иногда мешает. Вот оно вам когда-то, я понимаю, что оно, наверное, спасало в каких-то сложных ситуациях, но мешало ли когда-то чувство юмора? Конечно, мешало. Я в жизни лишился очень многих привилегий, бенефиций и приятелей из-за неудачных шуток, конечно. Серьезно? Они неудачными были с точки зрения адресата или с точки зрения? Они были неудачными с точки зрения меня идиота, что я их произносил. Я спохватывался, но было уже поздно. А что значит вы лишились друзей? То есть друзья после этого были? Приятелю. Я, наверное, оговорился скорее приятелю. Потому что друг-то вас должен знать. Я хочу вот здесь прибегнуть к обобщению и сказать, что вообще чувство юмора, свойственное еврейскому народу, я думаю, что это одна из причин выживания еврейского народа. Это вот, вот это чувство юмора, особо умение смеяться над собой, я думаю, что это одна из черт, которая, из причин, которая помогла выжить евреям в чудовищной двухтысячелетней истории. Безусловно. Мало того, я вам скажу, что вы правильно отметили, вы знаете, что в ваших Гариках нету. Я думала, может быть, я хоть в одном найду какое-то, знаете, зернышко злобы, хотя бы зернышко. Но нету вот 8 тысяч Гариков, конечно, я их не все прочла, но ты щеночку-то уж точно прочла. И нет ни в одном вот этого вот злобного, хотя, казалось бы, ну, жизнь-то не самая простая у вас была, и можно было что-то зацепить. Вы делаете машинально замечательный такой жест, перевели в очевидную бумагу. Вы знаете эту загадку, что это такое? Нет. Это мертвый еврейник. Потому что живой он делает вот так. Серьезно? Я мертвый. Нет, мы шевелили. Я шевелила. Так вот почему, то есть я понимаю, да, конечно, чувство юмора, это самое, наверное, потрясающее чувство, которое только может быть, потому что если оно есть, я думаю, что есть и долголетие, есть и здоровье, по крайней мере, здесь у нас в голове. Ну, до поры. Ну, что вы такой грустный? Ну, мне не верится. Ну, мне невольно это вспоминается, но и здоровье, оно до поры. Знаете, что, мы это иногда... Как вы себя чувствуете сейчас, расскажите сейчас? Изумительно. Я просто скажу про нас, литераторов, когда-то придумал очень правильную пословицу, используя пушинские слова. Альцхаймер близится, то мы были... Кстати, это хорошо запомнилось. Но вам это, я думаю, не грозит. Вы смотрите, потому что только вам могло прийти, например, в голову такое слово, противовес, не бытию, не питье. Увы, прервется в миг урочный мое земное бытие, и не закончив пир полночный, я отойду в непитье. Ну, вот видите, опять, вы сами меня останавливаете. Это вы пишете, это же не я пишу абсолютно. Абсолютно. Так же, как вы пишете стихи с ненормативной лексикой, в которую, правильно, вы пишете, что добавить, если каплю мата, тогда чего там, намного ярче станет речь. Конечно. Абсолютно правильно. Знаете, вообще для меня кажется, что только ханжи, по большому счету, либо его не употребляют, либо воротят носами, когда мы слышим нецензурную речь. Но немногим, немногим удается использовать русскую словесность в таком вот, в матерном, извините, лексиконе, использовать так, чтобы это не выглядело жлобски. Вы знаете, у вас в Америке живет великий русский писатель Юсор Лешковский, который делает это блестательно. Абсолютно. А Венечко и Рафеев? Замечательно. Но вот вам это тоже, ну, Венечко и Рафеев не пишут стихи, а Лешковский не пишет стихи тоже. Пишет, пишет, только мало. Не такие, все равно, не Гариковские стихи, другие стихи. Но вам это всегда, вот с вашей этой емкостью, как вы находите эту грань, чтобы не переступить эту черту? Или это вот, то есть оно или есть, или нет? Это дело вкуса, конечно, это же дело вкуса. Правильно, это вашего с нами вкуса. Это вашего вкуса, как писателя. Но люди, которые сидят в зале, которые могут сказать, боже мой, да чего... Они уже на меня не ходят. Вот, к этому я и хотела подректи. Знаете, я получил запишку Игоря Мироновича, прочитайте какое-нибудь очень матерное стихотворение, только медленно мы записываем. Мы записываем. Группа школьных учительниц. Можно преподавать. Вы прочли? Да, прочел, конечно. Прочтите что-нибудь, а только не такое. Нашка, все грустные очень. Я не охота. Я что-нибудь такое... Вот грустные стихи. Вот, знаете, это просто поразительно. А, видите, сами даже не ожидали, что пишете-то грустные. В душе мы очень сиротливы, темны по мироощущению. А то, что дико похотливы, мы просто тянемся к общению. Вот, нет, грустные стихи, давайте не будем их читать, ладно? Вы будете читать много новых вообще вот сейчас, да? Да, много новых, потому что очень много написал, и очень хочется их почитать. И на самом деле, может быть, здесь такие стишки грустные, потому что веселые я отобрал в программу и играю в загадочный стих, так сказать, сегодня читая. А когда вам в жизни бывает грустно, что вы делаете? Я читаю хорошие книжки, выпиваю, затеваю дружескую пьянку, ну, больше ничего, пожалуй, не знаю. Какие книжки хорошие? Очень много. Вы знаете, сейчас безумное количество в России очень талантливых, очень разных литераторов. Я люблю не только российских, я люблю изолитянку Дину Рубину очень. Дина у нас была здесь, она очень тепло отзывалась. А вас, да? Вот, мы с ней очень дружим, по счастью. Из женского письма я еще люблю Людмилу Улицкую, живущую. А так у меня вкус очень низменный. Я люблю Пелевина. Я люблю читать про Фондорина, Акунина я очень люблю. Я вообще очень люблю, когда меня развлекают. А из стихов? Из поэтов? Иртенева обожаю. Благотворю Игоря Иртенева. Очень люблю Тимура Кибирова. В последнее время с наслаждением читаю Диму Быкова. Считаю его необыкновенно талантливым человеком. Кроме стихов у него очень изумительная шина проза, очень такая странная. Последний вот роман ЖД, который все ругают. Ну, люблю читать Быкова. Я не могла просто не затронуть тему вашей тещи. Уж извините, конечно, тещи это слово-то нарицательное по сути, но к вашей тещи это совершенно не относится. Лидия Борисовна Лебединская, да, я знаю, с какой любовью сумасшедшей вы о ней пишете и рассказываете. Я понимаю, что это какой-то кладезь юмора совершенно удивительный. Не только. Она просто была необыкновенным человеком. Потом, вы знаете, восторг перед ней всех моих друзей всех и то, что все с ней очень дружили и к ней льнули. Секрет вот очень прост. Она представитель того поколения, если хотите, которое было убито все сталинскими репрессиями. Она поколение старой российской интеллигенции, которой практически не осталось. Полтора миллиона уехало в гражданскую войну. Столько же, наверное, было перебито. Хорошо, но не поэтому же она такая замечательная была, правильно? Не потому что все поколение перебито. Это чувствовалось дворянское происхождение. Российские дворяне совершенно особые, совершенно замечательные люди. В массе своей, так сказать. Как бы они не разоблачались гоголями и сладыком и щедряными, это были замечательные интеллигентные люди. Культурные, что ли. Со вкусами. С аристократизмом странным, с изяществом без кокетливости, там, скажем, или выпендрежа. То есть как есть, да? Как есть, да. И теща была таким человеком. Она замечательно шутила, это правда. Но она была необыкновенно гостеприимна. Какое бы я сейчас имя ни назвал, оно будет известно широчайшим слоям, так сказать, слушателей. У нее породист Саша Иванов, покойный, вне запоя отлеживался, потому что не знал, так сказать, лучшего места. Теща его обхаживала, да? Теща его просто пускала отлежаться. Я не знаю, Натана Эдельман, великий историк. Гриша Горин, обожженная теща, великий русский драматург и писатель. Ну, она была очень хорошим человеком. А вот эта вот породистость, я знаю эту историю, когда она приехала к вам в Сибирь, пока вы там отсиживались. И когда, да, она крестьянам предложила, или кому там, или работа, чайку. Да, все с Симеоном, садитесь, чайку. Они стояли. Они стояли. Не, не садились. Она была дико похожа, не знаю, на графиню какую-нибудь. Она и была графиня, кстати, по происхождению. Ее отец был из графов Толстых. Вот. То есть, и вот это все-таки сохранилось? Да, ну, вот без того, что вы показываете, типа, абсолютно простая русская жизнь. Я спину просто выпрямила. И потом 20-е годы, она родилась в 21-м году, все это поколение выбито войной. Все это поколение ушло в народное ополчение, если не на фронт. И без винтовок, так сказать, погибло. О нем ужасно мало пишут. О нем просто очень мало известно, потому что оно было посажено. Просто, я не знаю, 9 десятков погибло в войне и в лагерях этого поколения. Ну, у нее в школе, в классе учились 18 мальчиков, у которых 17 погибли на фронте. Теща написала вот книгу «Зеленая лампа», замечательная по воспоминаниям. И потом... Ну, вот эта острота ума у нее же была, не потому что она из супер-дворянского рода или просто из дворянского рода. Острота... Нет, нет, просто умная русская женщина. Очень просто, знаете... Ну, учите же тещу, как себя вести-то с детьями, чтобы их так любили и потом воспевали еще в каждом стихотворении. Что для этого нужно сделать? Я даже не знаю... Я буду еще тещей стать. Я вам хочу сказать, что у тещи есть зять, не буду его называть, который терпеть не может. Серьезно? Не терпеть не мог. Уже, так сказать, в прошлом. Потом, знаете, теща известна замечательным своим поступком. В ней когда-то в ресторане ЦДЛ или ВТО подсел очень известный починник-антисемит, не буду уже называть фамилией, поскольку покойник... Ну, ведь, Лидия Борисовна, вы же из наших. Вы из графского поколения, так сказать, из толстых. Почему вы не с нами? Он имел в виду общество, память и всякое другое. А вы вот из такого поколения, Лидия Борисовна, почему вы не с нами? Теща очень спокойная, очень дружелюбная. Она со всеми дружелюбно разговаривала. Она сказала, милый, голубчик, ну, как же я могу быть с вами, когда мои предки пороли ваших на конюшках. Ой, как красиво. И все кончилось. Вау, как красиво. Она была хорошим человеком. В вашей жизни вообще сбылось то, что вы хотели? Или есть еще какие-то горизонты, куда хотелось бы запрыгнуть? Кто-то древний замечательно сказал, что есть два вида трагедии. Не сбывшаяся мечта и сбывшаяся мечта. И что из них более трагедийно? Конечно, сбывшаяся. Потому что они сбываются в таком скукоженном виде. Совсем не так, как мы их себе рисуем, что ли? Ну, была мечта. Знаете, на самом деле она и есть. Был такой стишок, мне проще ответить стишком, «Моя мечта на поговорке, растечься влагой из бутылки, придурок сядет на пригорке, и мой стишок прочтет дебилки». Хорошо, это очень жизненно. Но вот этот, о котором я хотела, «Власть и деньги, успех, революция, слава, месть и любви, осязаемость». Все мечты обо что-нибудь бьются, и больнее всего сбываемость. Вы, к настоящей актрисе, читаете? Поезжайте вместе у меня, почитайте стишки. Давайте лучше вместе с вами. Договорились. Я-то прекрасно понимаю, что на ваши концерты народ-то ломится. А есть какая-то разница в восприятии публики? Вы сейчас уже выступаете в разных странах. Россия, Израиль, здесь у нас есть какая-то заметная разница, скажем. Заметной очень нет. В публике вообще плохой не бывает. А провалы у вас бывают? Нет. Нет? Вы знаете, уже лет 10 нет. Бывают отдельные вдруг лица, которые на меня смотрят с недоумением, с измущением, с смердением. Они выбивают вас как-то или нет? Нет, по счастью, уже нет. Но последние 10 лет я очень избалован изумительной совершенно публикой. Вы знаете, ее же было дикое количество в Советском Союзе. Так называемые научно-технические интеллигенции, врачи. Слово интеллигенция. Они уехали в Астралию, в Германию, в Израиль. Они еще живы в России. И ждут приезда губермано с удовольствием. И приходят. И приходят. Поэтому я вам хочу сказать, что в Америке тоже вот эти же самые прекрасные люди, с которыми я общаюсь с наслаждением. Получаю замечательные записки. Получаю обратную связь в виде вот дыхания, смеха, отношения, покупки книг, разговоров в Антракте и после рассказывания всех историй. Дивная публикация. Что становится основой, да, для чего-то, я так понимаю. Вы обязательно пишете. Здесь у вас тоже есть какие-то все время, да, На обороте, да. И только все-таки я вам хочу сказать, что чуточная разница есть. Самая лучшая публика в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!